Деятельность контрольно-ревизионных органов началась в далёком октябре 1923 года, 100 лет назад. Тогда в составе Народного комиссариата финансов СССР было создано финансово-контрольное управление с аппаратом на местах, которое обеспечивало документальный контроль за использованием бюджетных средств и государственного имущества. В ходе административной реформы в начале 2000-х годов контрольно-ревизионное управление стало самостоятельной службой, подчиняющейся Минфину России. В феврале 2016 года для совершенствования государственного контроля и надзора функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, упраздняемой Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, были переданы Федеральному казначейству. Конечно, сегодня, по прошествии 100 лет, которые были наполнены очень такой серьёзной работой, тщательной, очень нужной нашему государству, конечно, работа ревизора в настоящий момент здорово изменилась. Это связано с цифровизацией, с тем, что IT-технологии всё более и более входили в протяжении последних десятилетий в нашу жизнь. Сегодня ревизор, когда он идёт на проверку, он имеет возможность очень хорошо к ней подготовиться, поскольку вся информация о получателе бюджетных средств, она вся содержится в информационных системах. Цифровизация даёт множество возможностей. Теперь ревизоры имеют прямой доступ к информации об оплате заключённых контрактов, о финансировании объектов контроля, которые непрерывно подвергаются мониторингу. Успешно функционирует система рискориентированного планирования контрольных мероприятий. В настоящий момент все процессы контрольной деятельности, от плана до отчётности, реализуются на единой цифровой платформе ГИИС – Управление общественными финансами и электронный бюджет. Электронный бюджет – это форма взаимодействия между казначейством и получателями бюджетных средств, бюджетными учреждениями. И всё это происходит, естественно, в электронной форме. То есть минимум бумажного носителя, клиент непосредственно имеет личный кабинет в электронном бюджете, в который он заходит, оформляет документы и направляет их на проверку нам. В преддверии юбилея образования практически завершён масштабный проект по созданию системы цифрового контроля. От анализа рисков до формирования единой базы данных по всем этапам и всем объектам контроля. Пользуясь случаем, обращаюсь к вам, мои дорогие коллеги, наши ветераны. Хочу пожелать всем в преддверии празднования 100-летия контрольных организованных органов Минфина России крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Желаю всем идти на работу с большим моральным удовлетворением. Хочу, чтобы ваш труд был успешным и прогрессивным, а ваш отдых – весёлым и позитивным. Долгие годы контрольно-ревизионное управление сотрудничает с управлением Федеральной антимонопольной службы региона. Коллеги из контрольного органа присоединились к поздравлениям. Сегодня в стране отмечается 100-летие со дня образования контрольно-ревизионных органов. Это очень важная дата, так как контролёры-ревизоры всегда стоят на защите бюджета страны, на защите финансовой дисциплины. И сегодня эту роль выполняет Федеральное казначейство. В этот день мне хочется от души поздравить коллектив Федерального казначейства с этой большой, красивой датой пожелать дальнейших успехов в работе, оптимизма, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Счётная палата региона также в своей работе тесно взаимодействует в контрольно-ревизионном управлении. Руководитель счётной палаты Игорь Егоров образно сравнил, что они как две армии сражаются на одном фронте с коррупцией и некомпетентностью. Вот за 15 лет моей работы в счётной палате, это 15 лет, скажем так, взаимоуважительного сотрудничества по всем ключевым вопросам. С профессионалами всегда работать очень приятно. Удумчивые, знающие своё дело, готовые подсказать в нужный момент. В общем, дорогие наши коллеги, с юбилеем. Всего вам самого доброго. Новых побед. Издательский дом «Ульяновская правда» поздравляет ревизоров из контрольно-ревизионного отдела Управления федерального казначейства по Ульяновской области с профессиональным праздником. Желаем всех благ вам и вашим близким. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. Продолжение следует...